Продолжение следует... Приюта для сирот строители обнаружили вход в подземелье, который был тщательно замурован, дабы в него не могла проникнуть ни одна душа. В этом подземном хранилище оказались тысячи артефактов и криптидов, которые не поддаются никакому разумному объяснению, кроме как предположению, что наш мир устроен совсем не так, как нам его преподносят ученые-мужи. В подвале находились жуткие скелеты каких-то фантастических существ, странные приспособления и уникальные старинные рукописи. Исследователи предположили, что все эти вещи некогда принадлежали Томасу Теодору Мерилину, и на это были определенные основания. Томас Мерилин родился в аристократической британской семье в 1782 году. Поскольку его матушка скончалась при родах, воспитанием мальчика занимался отец Эдвард, который посвятил этому весь остаток своей жизни. Будучи военным, он как раз вскоре вышел в отставку. А поскольку был небедным человеком, то отправился вместе с сыном путешествовать, попутно собирая и коллекционируя редкие растения и различные артефакты. Этому способствовало и то, что Эдвард увлекался эзотерикой, а также естественной историей. Так отец и сын путешествовали долгие годы, пока Мерилин-старший не скончался. Томас, с трудом пережив кончину отца, превратился практически в отшельника, которого увлекало лишь собирательство редких экспонатов растений и животных, артефактов и старинных рукописей. Однако, с другой стороны, все это сделало его довольно известным ученым в определенных кругах Англии. Он многократно с отцом и после него объездил мир, побывал в самых отдаленных его уголках, встречался с самыми разнообразными людьми. Благодаря чему расширил и углубил свои эзотерические знания, полученные еще от родителя. Лишь один раз Томас Теодор Мерилин предпринял попытку поделиться своими знаниями и тем, что он собрал в мире с широкой общественностью, предприняв в 1899 году попытку устроить гастроли по Америке со своей уникальной коллекцией артефактов. Однако это предприятие потерпело крах, поскольку консервативные американцы даже не поняли, что за странные вещи им демонстрирует, и в чем интерес в этих уродливых экспонатах. Мерилину пришлось отменить свой тур, даже не добравшись до Калифорнии, и хотя денег у него было предостаточно, он отказался от своих планов просветить человечество. Кстати, ему в это время было уже 117 лет. Сэр Мерилин, по описаниям современников, был на удивление нестареющим мужчиной. Будучи уже в преклонном возрасте, если не сказать больше, он оставался в прекрасной физической форме. При этом ему никто не давал более 40 лет. Ходили слухи, что эту вечную молодость и здоровье ему принесли его оккультные практики. Мерилина стали бояться и сторониться. После чего он понял, что пора исчезать из круга знакомых ему людей. И он исчез. И лишь весной 1942 года просочились слухи, что некто, выдающий себя за Томаса Мерилина, предъявил невызывающие сомнения в подлинности документы, подтверждающие его право на собственность одного дома в Лондоне. Этот джентльмен лет 40, а не более, пожелал передать недвижимость Тенбриджскому детскому приюту, поставив условие, что данный дом никогда не будет выставлен на продажу. Некоторые исследователи, немного знавшие о Томасе Мерилине, тут же заинтересовались этой странной личностью, поскольку хозяину продаваемого дома на тот момент должно было быть уже 160 лет. Однако загадочный Мерилин снова исчез, и теперь, похоже, уже навсегда. Дом, отданный по детский приют, на самом деле не продавался. Однако в 1960 году, как было сказано в начале, в нем производился капитальный ремонт, в ходе которого и обнаружился подвал с многочисленными фантастическими криптидами и артефактами. Дом, отданный по детский приют, на самом деле не продавался. Дом, отданный по детский приют, на самом деле не продавался. Дом, отданный по детский приют, на самом деле не продавался. Дом, отданный по детский приют, на самом деле не продавался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И римлян начинали рисовать что-то непохожее на обычное, необычных львов, например, на обычных волков и прочих копытных всевозможных С рогами в разные стороны, торчащими не из тех мест, с хвостами, с тремя лапами или семью лапами И все это запечатляли на своих цветных картинках, так называемых бестиариях То есть от слова бестиум, дикость, тварь, так еще можно перевести, английский бист отсюда И вот такие книжки распространились в средние века, назывались они бестиарии У нас они почему-то назывались физиологами, вот такими бы, из Византии шли такие вот традиции, названия Штук 40 у нас таких бестиариев на Западе есть Столько же где-то, чтоб 30, может быть, на Руси всевозможных было Но самое интересное, что они есть еще на Востоке Вот восточные, самые арабские, там среднеазиатские бестиарии у нас мало кто знает У нас вообще их мало кто знает Вот есть один специалист в Питере, который по фамилии Юрченко Вот он как раз про это много очень написал И, короче говоря, эти бестиарии у нас еще до конца не изучены Вот так вот все это выглядело на этих бестиариях Это мозаики, тоже похожие на бестиарии, которые еще один предмет изучения Их никто на предмет загадочных животных не изучал Каждый, кто обращался к этим бестиариям, они смотрели то, что им для себя интересно Например, тот же Юрченко выискивал все про единорогов, например Или ему нужна была птица Рух И вот он про эту птицу Рух все-все-все выискивал И больше ни про что не писал Или единорога, сравнивал его с носорогом, с индийским, с африканским И все, копался в этом много, печатался там подробно А больше, что там были за животные непонятные Он об этом не писал, и никто не писал Так что, может быть, мы оттуда еще вытащим очень много всяких животных Типа даже ящеров доисторических Но это отдельная тема Что касается загадочных животных и объектов криппозеологии Вот, пожалуйста, первый вам классический пример Когда ожило животное, считавшееся давно вымершим Ну, как динозавр фактически Даже оно еще покруче динозавра Это латимерия знаменитая Целлокант, иначе говоря Которую считали вымершей А потом она раз и в 1938 году объявилась На Каморских островах, чуть ли не на сковородке У местных рыбаков Нашла ее там Нашел ее один ученый Л.Б. Смит такой Изучила мадам Куртимер Мадам, ну да И через несколько лет Научное открытие Было признано То есть в Южной Африке В районе Дурбана На юго-восточном побережье Африки В ЮАР Состоялось открытие Целлоканта А потом ее стали находить и в других местах По всему миру И в Индонезии И даже нашли серебряного Сделанного так Ну, игрушку в виде Целлоканта Аж-аж в Мексике Так что, оказывается, Целлокант И не собирался вымирать по всему земному шару Чего и пожелал как бы другим Загадочным животным, которые ждут своего часа Но если его все признали То остальных никто не собирался признавать Что касается других рыб Которые одно время тоже считались помершими А потом нашлись На самом деле, вот эту рыбу, например Принимали за морского змея Но в свое время Бернар Эбельманс Знаменитый зоолог К которому мы сегодня будем очень часто обращаться Он Хоть и верил в криптозоологию Но он признавал, что нет Это животное совершенно нормальное Сельдяной король Регалек, он называется на европейских языках Бывает огромнейшей длины И вот такого морского змея Как раз вот часто Это был на самом деле Вот этот самый регалек То есть сельдяной король Они бывают 15-12 метров В 10 метрах Часто этого морского змея Вот таких морских змеев На самом деле они оказывались Животными вполне знакомыми Это Гексли, который верил в морского змея Всем известный английский ученый И один из немногих, кстати Классических ученых Который признавал морского змея На самом деле похожих на морского змея Животных на планете Водится очень много И часто их путают между собой Знаменитые игуаны Например Галапагостских островов и других Бывают очень больших размеров Бывают и огромные крокодилы Гребнистый крокодил, например Который живет на севере Австралии Он вообще живет в морской воде Совершенно спокойно плавает На огромное расстояние Не на 10, не на 5 километров А на 700 километров Находили в открытом океане Этих животных Гребнистых крокодилов Которые прекрасно ориентируются Были подделки Связанные с морским змеем Вот такие вот фотографии Где их собирали буквально по кусочкам Вот так вот выставляли в музеях американских И народ верил, что существует морской змей И ходили, смотрели и думали Что его действительно поймали У побережья Соединенных Штатов Но тем не менее Это была подделка Но были и настоящие Не такие, конечно Это вот я специально вам дал Такой пример Посмотреть, каким он являлся В больном воображении Многих путешественников Существует целая, можно сказать, картинная галерея Змеев – это отдельная тема Можно хоть альбомы издавать на эту тему Насколько их много Всяких змеев Изображенных глазами художников Тут, конечно, явно преувеличены размеры Посмотрите, там какое маленькое суденышко И какое большое Но это неправдоподобные размеры Наверняка А из книги Ивельмана Ивельманса, вернее, откуда много очень взято В свое время было мной Когда еще материалов вообще никаких не было Я просто очень много переводил Из его французских книжек И это использовал Что греха таить Информация была нужна Вот, находили вот таких вот животных Их называли, по-моему, гидрофисами Вот, условное было такое название Вот Понять, что это такое, никто не мог Опять же, из старинных бестиариев Вытаскивали вот такие вот картинки Тоже пытались их изобразить под змея Это вот тот самый гребнистый крокодил Огромный, хищный Ну, они все хищные, но это особенно Очень часто на людей нападает И вообще, в тех краях Это самый страшный хищник Который только может быть Никаких змеев не надо Потому что достаточно вот его одного Вот Вот таким видели морского змея Вообще, можно будет специально Потом еще у нас будет возможность Отдельную даже, может быть, какой-нибудь доклад Посвятить морскому змею Потому что сейчас я просто вам описываю У нас большая просто очень программа Огромных питонов Тоже это другая тема Уже как бы не морская, а сухопутная Огромных питонов так же Хоть они и сами Загадка огромная Потому что их гигантские размеры Не все не принимаются Но тем не менее, их тоже принимали За морских змеев Вот такие вот Крупные очень животные Они водятся и в Африке Гигантские вот эти питоны И в Анаконда Южной Америки И Юго-Восточной Азии Но удавы вот африканские считаются Одними из самых крупных И расскажем немножко об удавах В свое время впервые с ними столкнулись Африканские, как сказать, не отряды Африканские подразделения, так скажем Сумогательные части Там римские, которые служили на севере Африки Когда Африка была еще колонией Римской империи Ливия была на севере колонии Римской империи Первые века нашей эры Отряды легионеров Которые отваживались углубляться в Сахару В Великую Африканскую пустыню Они вот наталкивались иногда Вот на таких животных И сохранились даже описания Описания битв Страшных, так сказать Выстрелов, например Как люди, ну солдаты Пытались из катапульта даже убить Убить гигантского питона Им это удавалось И головы его привозили императору в Рим Показывали В общем, эти хроники все остались И сохранились редкие даже рисунки Но к этому мы еще вернемся Вот смотрим дальше еще некоторых морских змеев Это знаменитые рисунки Совершенно, так сказать, не нуждающиеся никаких комментариев Называемый Левиафан Вот так его рисовали Так вот все это выглядело На фантастических рисунках Ну, говорят, что это очень близко, как сказать, к оригиналу Знаменитые встречи Встречи с морским змеем В океане Когда были зафиксированы И в виде рисунков Тогда фотографий Ну, практически, можно сказать, не было Ну, только-только Первые зарождались Но, наверное, не могли снять еще тогда Вот такие вот вещи встречались Причем было зафиксировано все В отчете капитана Заверено там десятью там Свидетелями Ну, можно считать, что это были достоверные Как бы такие вот свидетельства Ну, такие вот тоже всякие Вот Принимали гигантских акул Есть такой вид Гигантская акула Безопасна для человека И при определенном, так сказать Состоянии ее тела Ее можно было принять за морского змея То есть, когда она подохнет Начнет разлагаться Она принимает какие-то неимоверные совершенно формы Это тело И вот сейчас вот, когда находят Каких-то непонятных животных На разных побережьях стран мира То в 80% случаев Это бывают вот различные виды акул Причем они, погибая, приобретают Совершенно безумные какие-то формы Неузнаваемые Их принимают за морских змеев Вот так они выглядели На рисунках людей Наблюдавших морского змея Из побережья того же американского Вот Встречаются и другие Вот такие всякие Не побоюсь этого слова Твари Существа Ну, тварь это буквально Как бы бист Перевод с английского Очень часто употребляющий Ищащиеся Вот Гигантские медузы, например Люди не могли понять Что это такое Что это за шампиньон Такой плавает гигантский Вот И тоже говорили Что это какие-то существа На самом деле Это Самые обыкновенные Необыкновенные, конечно Ну, нормальные Жители земли То есть Водной среды Мурены Всевозможные Площеносные Это площеносные акулы Непонятного И непривычного Так скажем Вида Тоже были прообразами Морского змея И Заменяли его На протяжении многих тысячелетий Видите, вот так вот они На рисунках В книге Вильмана Выглядят Вот Гигантские существа Мы, наверное, к ним еще вернемся Сейчас Речь идет о Очень интересной акуле Официально вымершей Она называлась Кархарадон Мегаладон По латыни То есть Ну Мегаладон, иначе говоря По-русски Так скажем Вот Гигантская акула Абсолютно Не Каких-то Непотребных Что называется Размеров Там От 25 метров И больше Там на кашелотов Охотилась Якобы вымерла Вымерла Там Как и полагается Миллион лет назад Но тем не менее Оказалось, что не все так просто Нашли зубы И зубы нашли Свежие И в общем-то Не миллионной летней давности А там Ну Для Палеонтологии Это вообще Как бы Сегодняшний день Там 10 тысяч лет То есть Мамонты еще Гуляли В большом Большом количестве Акула Это еще плавало Как ни странно Вот А может быть Плавает и сейчас Но Подбираясь к этой акуле Значит мы упомянем Вот еще Таких вот Обычных наших акулок Тоже Гигантских Китовых Которых принимали За Кархарадона Мегаладона Но тем не менее Это был еще не он И вот Снова Мы вернулись К единственной фотографии Ну Которую Половина принимают За подлинник Половина За подделку Но Французский фотограф Ле Се Рек Который ее снимал В 64 году В таких Антисанитарных Я бы сказал Условиях Потому что Эта Тварь Она в общем-то Угрожала Его Семье Его ребенку Его жене Там еще Там одного Его другу Совершала Несколько Таких Угрожающих Движений В его адрес И вообще Снимали ее Это не единственная фотография Их на самом деле Несколько Вот Но Се Рек Себя дискредитировал Там чем-то Куда-то там Он загремел Там куда-то Обвинение Какое-то Под это дело И фотографию Тоже Похерили И вспомнили О ней Через много лет А тем не менее Это один из реальных Снимков Вот этого Самого Змея Потому что Это Ничто Не может быть Другое Как Голова Стеклеса Река Так он Официально Называется И считается Одним из Достоверных Снимков Качество Фотографии Проверено Как бы На подлинность Ну вот Говорю Сама личность Этого Автора Немножко Подкачала Вот так Охотился Мегалодон На кашелотах Вот Вооруженные Вот этим Зубом Криптозоологи Начали Настоящую Охоту На эту Акулу И Несколько Раз Были Сделаны Наблюдения Мегалодона В разных Точках Земного Шара То есть Гигантская Акула Она Небольшая Белая Как называется У нас Акула Большая Опасная Гигантская Белая Акула Официально Называется Вымерший Мегалодон Кархародон Мегалодон Вот Она Вот так Вот Может Охотиться Если Если Художникам Вообще Дозволено Что-либо Пытаться Изображать Но Тем не менее Они Отважились Это Сделать Хотя Официальная Наука Запрещает Даже Рисовать Честно Говоря Потому Что Это Выпадает Из общей Как бы Нашей Парадигмы Нашей Жизни Тот Самый Зуб Мегалодона Который Был Найден Можете Представить Если Зуб Таких Размеров То Каким Должна Быть Его Обладательница Вот Челюсти Мегалодона Которых Может Жигуленок Спокойно Въехать Наверное Вот Не говоря Уже О людях Вот Вот Так Вот Они Выглядят Приблизительно Реконструкция Челюсти Мегалодона В одном Из Торговых Центров Турецкой Не столицы А Стамбула Отлич Реконструкция Мегалодона Но Тут Не видно Какие Они У нее Подлинные Размеры У меня Есть Картина Другая Она В принципе Существует Когда Мегалодон Охотится На Других Акул На Китов Это Очень Здорово Кроме Той Что я Вам Показал Потом Увидим Вот Следующий Персонаж Который Нас Немало Очень Интересует Это Сякие Гигантские Головоногие Моллюски Так Скажем Кто У нас К ним Относится Кальмары Осьминоги И Каракатицы Три Которые Самое Главное У нас Персонажи Все Они Тоже Зашкаливают По Размерам Но Тут Наука Слава Богу Признала Буквально Вот Даже Можно Сказать В наше Уже Время Официально Признаны Гигантские Кальмары Гигантские Осьминоги Вот И даже Они Были Выловлены Неоднократно Ну Это Еще Не самый Гигантский Но Были И Покруче Вот Опять же Простор Для воображения Это Рисунки Конечно Реконструкции Разных Художников Которые Пытались Показать Вот Насколько Они Случаи Эти Были Чисты И Насколько Трагичны Они Действительно Были Трагичны Потому Что Они Вылавливали То Они Нападали На Даже На Корабли На Суда Средних Размеров И Обхватывали Щупальцами Утаскивали На Дно Такие Случаи Были А уж Лодки Страдали От Них Просто Очень Часто Гигантские Каракатицы Вот Эти Стали Персонажами Нескольких Фильмов Например Я Помню В Конце В Начале Девяностых У нас Перевели Питера Бенчли Челюсти Хотя Фильм Американский Был Раньше Намного Это Про Акулу Гигантскую Белую Вот И Потом Этот же Бенчли Написал Куда Более Интересный Роман Именно Про Гигантского Кальмара И Фильм Есть Тоже Он Бист Называется Кстати Если Его Можно Совершенно Спокойно Посмотреть По Интернету Найти Не Пожалеете Он Хорошо Очень Переведен И Он Намного Интереснее Челюсти Такое Поведение В море У Этих Животных Мне Доводило Их Видеть Только Через Прозрачное Днище Судов В разных Морях В том числе И в тропических И самых Больших Таких Представителей Этих Головоногих Я видел На Мальдивах На Специальной Яхте Оборудованной Вот таким Вот Таким Вот Прозрачным Полом Вывозили Туристов Там Вывозят Специальные Места Где Их Скопления И Зрелище Конечно Не для Слабонервных Честно Скажем Вот Мурену Наблюдать Тоже Довольно Забавно Так Скажем Но Она Сама Первая Никогда Не Нападает Вот А Это Всего Навсего Угрь Но Гигантские Мурены Они Ну Не Гигантские Под Три Метра Они Бывают Их Тоже Иногда Принимают За Морских Змеев А Обычные Угри Они Конечно Это Отдельная Тема О том Как Они Путешествуют О том Как Они Плавают О том Как Они Огибают В Атлантике Какую-то Непонятную Страну Которая Когда-то Там Видимо Была И Сохранилась В Фактов Доказательства Атлантиды Одним Из Седьмым Или Восьмым По Счету Которые Атлантологи Принимают Как Без Доказательств Если Угри Так Плавают Значит В древности Они Что-то Такое Огибали А Это Что-то Было Может Быть Атлантидой Вот Так Выглядит Мурена Близко Это Не Подарок Для Подводника Для Дайвера Потому Что Многие Они Рассказывают Что Мурены Ведут Все Агрессивно Нападая Даже Вот На Рядом Плывущего Человека Рядом С ее Норой Вот Я Много Лет Редактировал Попутно Журнал Дайверский Актопус Называется Кстати Вот И вот Там Кто Туда Приходил Эти Все Ребята Они Рассказывали Не Очень Хорошо Отзывались Муренок Всегда Хотя В общем То Были Такие Природозащитные Все из себя Зеленые Вот Но тем не менее К муренам Все относились Так Показывали Там То Пораненую В коленку То Руку Локоть Там Еще Чего Такое Следы Зубок Были Такие Ощутимые Вот Теперь Мы Обратимся К Объекту Который Естественно Всех Вас Который Известит Нам Больше Чем Другие Это Лохнесс Чудовище Если Много О нем Не говорите Потому что Вы наверняка Что-то читали Смотрели И есть Два Хороших Фильма Даже Художественных Посвященных Этой теме Вот Тоже Рекомендую Посмотреть Они Не то Что Забавные А просто Познавательные Очень Потом Могу Сказать Название Вот На самом Деле Все Эта История Очень Долгая Вот И у Нашего Этого Персонажа Имеется Множество Родственников Как Это неудивительно Во многих Городах Это уже Из фильма Берегись Автомобиля Простите Во многих Странах Во многих Странах Мира И вот Наша книжка Первая Которая Вначале Там Посвященная Русскому Бестиарию Там Как раз В ней О родных Несси По России Очень Много Сказано Много Нового Кстати А здесь Вот Это Английские Первые Свидетельства Это уже 20 век Конечно Вот Такие фантазии Художника Как это Все Выглядит В общем Внешность Конечно Плезиозавра Такого Или кого-то Из его Линейки Вот Этих Плезиозавров Вот Они Они Очень Разные Эти Рептилии Вот Ну Что там Можно Сказать Вот Про это В двух Словах Самое Вам Такое Интересное Не Интересное А важное Что В принципе У И у Сторонников Версии Существования И у Противников Одинаковое Количество Доводов За и Против В общем Конечно Их Должно Быть Много То есть Не Много Но Десяток Там Точно Должен Жить В этом Озере Потому Что Иначе Популяция Не Сохранится Хотя Палеонтологи И всевозможные Специалисты Ну Вообще Биологи Общего Профиля Они Считают Что Вот У Рептилии Не Обязательно Чтобы Было Много Животных Одного Виде Чтобы Они Существовали Близко Родственного Скрещивания Не Произойдет Даже Если Там Две Пары Будут Постоянно Размножаться Вот У людей Такие вещи Тоже Случаются Что Родственники Там Между собой Общаются И ничего Вот Главное Конечно Это Пищевая База Потому Что Озеро Не Очень Большое В общем То Там Ну Известные Параметры Вот Но Достаточно Чтоб Там Питок Там Выжить Может Но Тут Важна Одна Лазейка Для нас В прямом И в Переносном Смысле Это То Что Озеро Может Сообщаться С морем Какими-то Подземными Подводными Каналами Которых Мы Еще Не Знаем То есть И Которые Вообще Дают Ключ К Разгадке Вообще Этих Существ По всему Миру То Что Они Так Вот В озерах Появляются Исчезают Там Столетиями Молчат Потом Снова Вылезают Вот Куда-то Они Там Уходят Где-то Прячутся Где Классический Пример Там За Кого Только Его Не За Шри-Ланкист Слона И Там Еще Итог Наверное Каких-то Версий Существует Ну Человек Сфотографировал Плохой Камерой По пыхах 34-й год Какая там Оптика Вот Понятно Что Вытянули Фотографию Понятно Там Подретушировались Ну Для Скептиков Это Достаточно Чтобы Это Все Как бы Зарубить Производили С Сонарами Различное Прочесывание Снимали Каждый Сантиметр Дна Оно Куда-то Прячется Это Факт Остается Фактом И Вот Как раз Вот В стенках Этого Озера Это Вот Уже Недавнее Почти Последнее Сведение В Берегах Есть Есть Подводные Ниши Есть Пещеры Которые До сих пор Не изучались И Которые В которые Не залезают Никакие Никакие Холод Вот Эти Вот Там Может Кто-то Прятаться Это Вот Как Сравнивали Как Картинки Потом Анализировали Предмет Того Что Сколько Там Горбов Там И так Далее Это Общее Для всех Наших Озерных Монстров По всему Миру Вот Такие Вот Наблюдения Его Недавно Видели Да Вот Недавно Показывают Сейчас По всем Каналам Эту Хронику Видели В темзе С верхотуры С башенного Крана Какого-то Засняли Какое-то Совершенно Непонятное Существо Плывущее Плывущее С горбом С таким Появляющимся Прямо По темзе Вот Это Удивительно Совершенно Никто Конечно Мировая Общество Не шелохнулось Что Называется Вот Это Через Атлантику Очень Похожее На Лох-Нес Такое Такое Похоже Озеро По объему Шамплейн Вот Чамп Или Шампи Как его Там Называют Местные Там И французы И англичане Живут Это Рептилия Наверняка Потому Что Ну Формы Конечно Говорят За то Что Это Все Больше Конечно Присмыкающиеся Вот Таких Вот Озер Огромные Сейчас Количество Кстати Очень Удачно Здесь Как раз Сделали Огромную Ту самую Клетку Вот В 1974 Году Даже Приготовили Для Несси Вот Но К сожалению Некого Туда Было А может И к счастью Запихнуть Вот Так Готовились Серьезно Готовились К поимке Нессского Чудовища Потому Что Экспедиция За Экспедицией Даже Сделали Вот Такое Озерцо Специальное С реконструкцией Несси Ну Так оно Может Выглядеть В естественном Виде Вот Действительно Вот так Это Нижний Снимок Это Как раз Такой Занятный Замок Там Уркуар Ты Был Здесь Вот Но Ничего Не Видел Правда А вот Фотограф По соседству Снял Вот Такую Волну Странную Которая При Определенном Приближении Показывает Что Плывет Какое-то Длинное Тело Извивается Вертикальной Проекцией Многие Змеи Они Как Рыба Это Очень важно Это Снимки Бесконечные Лохнесски Персонажи Которые Ловят До сих Пор Это Снимки Тоже Непонятные Из Разных Приборов Которые Показывают Какую-то Турбулентность Такую Сильную В воде И Такие Какие-то Предметы Которые Там Ну Явно Не Напоминают Не Бревна Как об этом Пишут Телеграфные Столбы Там Не Осетра Придумали Еще Чего-то Вот И Вот Такой Даже Результат Обработки Сонарного Изображения Когда Когда По Точечкам Там Все Это Зарисовали Вот Существо Появилось Вот Такого Типа На Каких Лодках Ищет Вот Это Уже Как Б Наша Тоже В смысле Наша Это В смысле Европейская Вотчина Это Ирландия В таком Виде Видели Как Предстают Жилотные Перед Ирландцами Например На Острове На Изумрудном Нашем Не нашим Как Европейском Это Потому Что Про Америку Говорили Теперь Это Ирландия Большое Количество Свидетельств Вот Сняли Даже Фильм Вот Про Ирландских Вот Этих Самых Это Кадры С фильма Как Раз Вот Фильм Сняли Специально Художественное Специально Для Того Чтобы Защитить Возможных Вот Этих Ирландских Персонажей Вот То То Они Уже Побеспокоились О том Даже Не Как Не Найдя Его Не Записав Его В аналы Зоологии Уже Заботиться О том Чтобы Его Не Уничтожили Это Вот Есть Такая Положительная Черта Вот Природозащитников Вот Реконструкция Наших Персонажей Вот Этих Живущих В озерах По Нашей Стране Про Россию Сейчас Не Говорим Вот По По Северам Это Шведское Озеро Одно С Есть Тоже Это Вот Тоже Реконструкция Это Прямо Скажем Это Конечно Реконструкция Да Это Оканаган Озеро В Канаде Вот Такого Там Неоднократно Видели И Снимали А Это Странный Рисунок Вот Сделан Он Если Скажу Очень Странно Сделан В Средиземном Море Нашли Недалеко От Корсики Нашли На Подводной Скале Вот Такой Странный Рисуночек Озеро Тяньчи Это Китай В Китае Есть Несколько Несколько Озер Связанных Вот С этим Существом О нашем Озере Лабенкер Я не Рассказываю Здесь Это Русская Вотчина Якутия Вот А Тяньчи Вот Очень Озеро В этом плане Перспективное Там Были Даже Наши Гаврилов Туда Ездил Гидролог Который Много РНТВ Выступает Про него Рассказывал Что Они Там Засекли Конечно Нечто Большой Довольный Объект Шести Или Семиметровый Но Китайцы Не дали Дольше Там Нашим Сидеть Хотя Они И так Два Месяца Сидели Вот И Предпочли Сами Все Изучать Вот Это Ворота Богини Иштар Вавилоне То есть Это Уже Конечно Не Вавилон Никакой То есть Не Ирак Слава Богу Редкий Случай Когда Здесь Можно Сказать Слава Богу Когда Колонизаторы И прочие Там Путешественники И прочие Чиновники Так Скажем Вывезли Вывезли Из этих Мест Все Как В Европу Слава Богу Что Вывезли Еще Раз Повторяю Потому Что Сейчас Это Все Превратилось В Самое Вот Животное Которыми Я Много Лет Занимался И На Месте Уже В Африке Все Это Дело Изучал И Даже Слышал Крики Этого Зверя В тех Местах Где Я Работал Вот Ну Давайте Обо Всем По Порядку Значит Здесь Изображены Разные Существа Риме Всякие Там Туры Ну Вот Эти Вот Которые И Среди Них Есть Одно Которое Которое Нас Особо Интересует Вот Такой Вот Зверь Под Названием Сирух Или Сируш Вот Это Где-то Шестой Шестой Век До Нашей Эры Вот И Его Доставили По легенде Доставили При царе Науходоносоре Доставили Из Каких-то Друг Глубинных Районах Африки На Территорию Вавилона Изобразили Местные Художники Причем Смотрите Сколько тут Всяких Заимствований Он состоит Буквально Он весь Сделан Из Разных Животных Ну не будем Говорить Что там От кого Видите Сами И птичья И змеиная И Что угодно И бык В общем Чувствуется Что они его Плоховато Разглядели Потому что Когда рисуешь Чего-то И Плохо Видишь Что это Такое Обязательно Начинаешь Фантазировать Вот и Они Начали Фантазировать Нафантазировали До такого Вот Серуха Вот Считается Что у Него Был Прообраз Вот С помощью Даже Компьютера Попытались Сделать С Кого Они Рисовали Вырисовался Такой Вот Игуанодон Да Это Очень Вероятная Кандидатура На Вот Этого Серуха Африканского Но Водились Ли Они В Африке Вот В чем Проблема Вообще То В европейских И всяких Других Средневековых Городах И В Азии В Центральной Частенько Возле Замков Подрисовывали Вот Таких Вот Существ Непонятных Другого Непонятного Вида Этому Посвящена Наша Следующая Книга Которая У нас Будет Называться Она Уже Называется Она Уже Готова Просто Два Издательства Никак Решат Между Собой Кто Ее Будет Издавать Люди И Динозавры Называется Это Тема Отдельная Мы О ней Будем Еще Говорить Даже Алексей Об Этому Будет Говорить Вот Пока Что Я Говорю Об Африканском Сируши Говорю Что У него Были Много Много Родственников И Каких То Неродственников Просто Похожих На Него Существ В Разных Местах Земного Шара Вот Они Тут В каком Только Виде Не Представлены В основном На Классических Каких-то Произведениях Вот А Эта Вот История Уже Непосредственно Серуха Она Связана С Очень Интересным Персонажем Таким Немецким И Очень Хорошим Таким Человеком Во всех Отношениях Был Такой Карл Гагенбек Директор Камбургского Зоопарка В конце 19 Начале 20 В Один из лучших Германии Вот И вот До этого Самого Карла Гагенбека Который Был Очень Внимателен К разным Слухам Которые Приходили Из разных Стран Дошли Также Известия О Странном Каком-то Животном Под разными Названиями Там Не буду Вам Названия Говорить Мудреные Вот Они Якобы Обитают В тропических Районах Куда Трудно Очень Добраться И Гагенбек Решил Они Зверушку К себе В Гамбургский Зоопарк И нашел Одного путешественника Немецкого Ганса Шомборка Известный Очень Автор У нас Четыре книжки Его переведено На русский язык В советское время Был Вот И он Поехал И начал Копать В смысле Копать Среди местного Населения Как бы Информацию И раскопал Что По одной Версии Один Такой Представитель Непонятный Живет Где-то На севере Камеруна Второй В районе Озера Теле В Конго И еще Один На озере Бангвиулу Это в сегодняшней Замбии Вот И во все эти места Поехали экспедиции Все это было В начале 20 века Ничего не привезли Но массу Привезли информации Всевозможные И появилось 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 Целое Направление Такое В поиске Поиски Макелембемби Чипеква И прочих Существ Которые Это Гагенбеква Которые Которые Очень сняты Если кто Интересуется Получите Удовольствие Вот Как этим Занимались Кадр Из этого Фильма Это То что Они находили Там В лесах Это Только Малая Часть Увлекательных Находок Которые Там Есть Реконструкция Макелембемби В болотах В общем В 80-е годы Туда Поехала Экспедиция С местным Зоологом Во главе Доктором Аняни Видели Следы Нашли Растения Которым Питается Это Существо Такие Белые Большие Плоды Ну Не ядовитые Горьковатые Нет Просто Крупные Такие Плоды Какие-то Тропические Виды Забыл название Вот И Целый список Можно составить Экспедиций В общем Кончилось дело Тем Что Засняли На пленку Даже Плавая Улетал Маленький Самолетик Над озером Сняли Как он Там Как плавает Существо В озере И Пока Не поймали В общем Болото Жуткие Там Добраться Очень сложно Вот А я Слышал И видел Следы Этого Существа Видимо Другой Популяции Которая Живет Юго Восточнее То есть Когда я Работал С геологами В Мозамбике В 78 Году Мы Попали На Разведывали Там одно Месторождение Наши геологи Я с ними Был И мы попали Вот на одно Такое озеро Где тоже Я На берегу Увидел Похожие следы Такие Трехпалые Огромные Как Огромные Лягушачьи следы И дикий Крик Услышал Такой Непонятный Такой Утробный Какой-то Трубный Даже Скорее Вот И местные Меня потянули Сразу Подальше Говорят Это Хозяин Болота Пошли Отсюда Это было В провинции Тета В Мозамбике На гранит Недалеко От Одного Из последних Великих Африканских Озер Которые Спускаются По этому Разлому Вот И Там Никто Ещё Его не искал Естественно Я уехал И написал Об этом Но Опять же Никто Не шелохнулся Конечно Так что Так что У нас В Африке Есть ещё Куда податься В смысле Поисков Этого Существа То есть Он не в воде Живёт Получается На суше Он живёт В таком Маргинальном Таком Пограничном Каком-то Резервате Таком Можно сказать В районе Или в местности Переходном От Суши К воде То есть Болотистые Местности То есть Он не целиком Проводит Всё время Время В этом самом Под поверхностью Воды Где-то там Плавает В общем-то Охотится И Наверное Существует В каких-то Вот таких Вот просто Влажных Влажных Тропических Лесах Вот Вода Вода Ему нужна Чтобы Больше Двигаться Больше Общаться Там Может со Своими Какими-то Родственниками А это Айвен Сандерсон Друг Эвель Манса Английский Шотландский Ну и Американский Можно сказать Криптозоолог Благодаря Которому Вообще Мы узнали О многих Загадочных Животных У нас Первым Его перевели Вот Как ни странно Вот И эти Книжечки Вот Как раз Стали Вот Это Еще один Персонаж Который Тоже Вам Может быть Интересен Ян Линдвлад Это Шведский Шведский Зоолог Который Впервые Развил Теорию Вообще Гомоакватилкуса Эхтиандров И Вероятности Жизни Людей Под водой Отдельная Тоже Тема Которой Можно Говорить Мы Здесь Просто Намечаем Вам Какие-то Варианты Поиска И дальнейших Наших Каких-то Выступлений А так Вот Выглядел Возможно Одна Из Версий Существования Такого Подводного Человека Который По версии По версии Пришел То есть Отошел От Обычного Человека На определенном Витке Цивилизации И ушел Просто Под воду Как Персонаж Беляева Человека Амфибий То есть Или Они Сами Ушли Под воду Отделившись От человечества Когда им Было Нужно Или Это Сделал Какой-то Хирург Какой-то Гениальный Ученый Пересадивший Жабры Акулы Сделал Персонаж Беляева Отдельная Тоже Очень Теория Отдельная История Потому что Там были свои Прообразы Беляев Не придумал Все просто так Это все Как бы Было Было Откуда взять Все это Ну Из аргентинских Газет он взял Читал по-испански Вот И У нас Свои Тоже Были Вроде бы Ну Некоторые Отрицают Это Что у нас Был свой Гениальный Такой Хирург Который Еще в царское Время В 1904 Году Сделал Первые Опыты Чуть ли не в Гатчине Где-то И Ну Неудачные Потому что Никто не знал Про отторжение Там Под толком Вот Все это Умер Этот самый Солдат Которым Это сделали Такие опыты Продолжались До 60-х 70-х Годов нашего века И в Америке И у нас То есть Ихтиандров Готовили Вот Но Были и Ну Наверное Подробности Не будем Как бы Сильно Потому что Про русалов Мы уже говорили Вот Но В двух словах Скажу Что Те Персонажи Которых Мы находили Находим На картинах Известных Художников Как мужского Так и женского Пола А именно Мы их называем Русалками Или русалами Как угодно Вот Это все Тоже Объекты Криптозоологии То есть Те существа Которые Ну Нельзя сказать Чтобы они были Прямо Такими людьми В то же время Это и не животные То есть Они как бы У нас Зависли Как бы В такой Среднем Какое-то Такое В среднем Положении Между Животными И человеческим Миром Поэтому Условно Их сюда Как бы Отнесли Вот И Один Одно Из первых Напал На эту тему Именно На вот этого Персонажа Потому что Много Очень В свое Время Колесил По Испании Писал Путеводитель По Испании Большой Напал На редакцию Журнала Энигмас И ее Главный Редактор Меня просто Повез В этот В район В Кантабрию Где Где Вот Сохранить Жива память Этому Сейчас я вспоминаю Как его зовут Франсиско Деля Вега Касари Вот Этому Вот Юноше Который Родился Обычным Мальчиком Но Что-то Потянуло Его В море И Он Потом У него Начали Перескакивая Просто Я подробностей Не буду Все Почитать У него Начали Начать Расти Перепонки Он Не вылезал Из воды Вообще Вот На спине Там Началось Тоже Какое-то Образование Каких-то Типа Гребня Что-то В общем Он Ушел В воду Хотя Его пытались Удержать И на много Лет Исчез А потом Его Поймали Поймали Он Что-то Привело К своим Берегам Уже Совершенно В Видоизмененном Виде Какие-то Вот Эти улочки Как они И были И в 1650-х И сейчас Абсолютно Одинаковые И вот Этот Вот Конечно Деля Вега Кассар Один из Мальчиков Рыб Так скажем Вот У него Были Родственники Как бы Ну В кавычках Родственники По всему Миру Буквально И И В Сицилии И При Там Императоре В 1300 Году Там Еще При Местных Императорах Забыл Как их Фамилии Неважно Сохранились Сохранились Воспоминания О таком Же Мальчике Кол Кола Пэше Или Никола Никола Рыбак Вот так его Можно По-русски Обозвать Который Рыбакам Доставлял Рыбу Ловил рыбу Нырял на любые Глубины Там Ему не нужны Были никакие Снасти Сети Вот так Ловил рыбу Или острогой Или руками И Приносил рыбакам Они его Боготворили Там Много лет Он у них жил Такие же персонажи В Австралии Там были Часто Вот о дельфинах Пишут Которые там Корабли вводят В порты Там добровольно Там есть такие Умельцы Дельфины А такие были И люди 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 Русалы Так скажем О которых мало кто Говорит Потому что Ну не верят в это А такие люди были Есть свидетельства И все это вот Собрано у нас И русалки Просто вот В огромных количествах Вот Это то что Малая часть Вот тех Картинок Которые находят Выражения В таких вот Наиболее известных Произведениях Там Ну там От Врубеля До Не знаю Там До западных Мастеров Там Дрейпер Там Я просто Фамилии эти Не очень помню Все Вот Это все Классические Вот Несколько ином виде Эти Значит Дамы Или мужчины Предстают В восточном искусстве В частности Вот Японцы Просто Это отдельная тема Насколько это у них развито У нас меньше всего Об этом знают Кстати Вот эти вот Японские гравюры С русалкой Нинген Нинген Или нинген Вот так они называются Местные Или нинге Вот Они В большом количестве Предстают На востоке И в Китае И в Японии И во всей Юго-Восточной Азии Ватерхаус Удачная Очень картинка И вот В связи с этим Как раз Очень похожая Картинка Я просто В двух словах Скажу Что у нас У нас было Не могу удержаться Потому что Хоть про Россию Как бы Мы сегодня Не говорим Но у нас Такого дядечка У нас Сильно поранил Ножом Не ножом А ковшом Ковшом экскаватора Там один Работяга Вот Причем Два случая Были похожих Один В Молдавии В 50-е годы А другой Уже В 70-е годы У нас На севере В Ленинградской области Вот И оба раза Этот экскаваторщик Выходил И помогал Этому существу Прийти в себя Что называется То есть Оказывал первую помощь Там аптечкой И существо Благодарно Там Как пишет Там Быкова Например Благодарно Помахав рукой Там Старичок Уполз Или в камыши Или еще В какие-то там Дебри Так что По всему миру Аналогичные истории Имеют место Этнопсихология народов Бывшей Тартарии Георгий Сидоров В России Да и во всем мире Крайне мало знают О коренных народах Севера Евразии Этнография Не раскрывает Глубинные основы Их коллективного сознания В книге писателя Историка И путешественника Георгия Сидорова Обобщен Богатейший материал По истории Психологии И национальным Традициям народов Живущих от Северной Двины До Дальнего Востока Почему сибирские народы Почитают завоевателя Ермака По какой причине Одни народы агрессивны А другие предельно добры Как по сказкам и преданиям Понять психологию этноса Почему шаманы считают Что духи больше слушают русских Куда исчезли челтоны Коренное русское население Древней Тартарии Этнопсихология народов Бывшей Тартарии Покупайте в интернет-магазине Conceptual.ru Отъедем Как бы немножко От пресмыкающихся И прочих русалок Вот в мир Воздушный Как бы Воздушный океан Вот Там Тоже много всего интересного Вот И не только Вот в Австралии И Новой Зеландии Как здесь Но и Как мы увидим В других местах Вот Начнем Вот как бы С той самой птицы Рух Наверное Про которую я говорил Сейчас мы посмотрим Это вот Другое Немножко Есть еще Один Персонаж Зоологический Это орел Хаста Такой Якобы Вымерший орел На самом деле Вот он может жить Тоже Тоже в Австралии Вот Который нападает Вот на птицу На птицу Рух Птицы Рух Связаны у нас То есть Это не птица Рух Это Моа Это Похожее существо Такой Ну Как бы Древний страус Можно так сказать Для простоты Вот Которые Которые Жили На территории Австралии И Новой Зеландии Вот А может быть Живут и сейчас Дело в том Что Тут немножко Больше повезло Как бы Этой птице Потому что Она по официальной версии Даже официальной науке Дожила все-таки До 19 века И еще Не то что Моряки Кука Видели этих Моа Наиболее позднее Еще На 100 лет 100 лет Спустя Еще Мореходы Заходившие в Австралию Видели на берегу Вот этих Вот Моа Бегавших Причем разных видов Бегавших По берегу В панике Вот Когда лодки Высаживали людей С Орлом Непонятно Он То ли существует То ли нет Это как бы Такой промежуточный Тоже персонаж Самое главное Нам сейчас Вот с этим Моа Разобраться Вот Дело в том Что Эти Моа По последним данным Есть свидетельства Того Что Моа Выжили В каких-то Отдаленных районах Районах Новой Зеландии То есть Там хоть и маленькие Эти два острова Но тем не менее Есть непроходимые места Где вот Иногда находят Следы Например Свежие следы Вот этих Огромных Лап Страусиных Ну Псевдо Страусиных Конечно Вот Но похожих На Страусиные И у Моа Очень Приличный шанс Это вот Можно Теперь два слова Скажу Вот об этой Неприметной Птичке Это так называемый Странствующий голод На самом деле Пессенджер Пиджин Знаменитый Их были Ну не триллионы Но миллиарды В Соединенных Штатах На рубеже 19-20 века А уже В первых Там В 15-х годах 20-го века Их не осталось Ни одного То есть Их истребили Вот так вот Вид Исчез Вид Но правда Он был Преувеличен По размерам Такой очень Превышавший Сильно Своей Численность Возможную Вот За это Решили его Истребить Американцы И всеми Средствами Вот Как вот Они вот так вот Летали Палили без конца Не давали Садиться Специально По всем По всем Ну местам Пролета Этой стаи Расставляли Людей И Просто Птицы В изнеможении Падали Уже И погибали Потому что Не могли Сесть Нормально Их Спугивали Все время Вот Из пулеметов Расстреливали Вот Может Себе Просто Они Просто Они Мешали Их Было Очень Много На них Жаловались Их Решили Как бы Немножко Подсократить Численность В результате Весь Вид Уничтожили И вот Сейчас Есть Слабая Надежда Что Может Где-то Там Сохранилось Стояли Генетическим Способом С помощью Генной Инженерии Восстановить Этот Вид Это Более Реально Вот Еще Тема Выжившие Ящеры Воздушного Океана Есть Несколько Точек На земле Районов Я про Россию Не говорю Это Отдельно Как бы Тоже Есть Некоторые Места Где Можно Надеяться На встречу С ними Вот А на Других Странах Это В Юго-Восточной Азии Есть Там В Индонезии Остров Где их Просто Как бы Засекли Уже Есть Съемка Даже Интересная И Есть Конечно Это Африка И Тоже Камерун И Горы Сьерра Маэстро То есть Сьерра Невада В Мексике Там Их тоже Находили Неоднократно Видели Реконструкция Так Это Могло Выглядеть Это Вот Такой Был ящик Под названием Кецалькоатль Его назвали Вот В честь Бога Пернатого Вот И Якобы Видели Неживого Такого Представителя С огромным Размахом Крыльев Вот С таким Гребнем Все Как Полагается Причем Видели Это Точно Там Не Баклан Там Очень Похоже Есть Птицы Но Это Точно Вот Даже Как Вот Здесь На Птеродон На Древнеегипетских Вот Этих Изображениях Вот Такого Точно Видели Чуть Не Мексиканских Нагорь Реконструкция Нападения Вот Видели Там Картинку Я вам Показывал Сандерсона Зоолога Вот На Него Напал В Африке Тридцать Четвертом Году Вот Такой Вот Птирозавр Точнее Не Определяется Вид Вот И Только Там Он На Лодке Плыл Здесь Бегущего Сделали Такого Вот Так Это Все Могло Произойти Это В парке В каком-то Тот Самый Ропен Который В Юго-Восточной Азии На одном Из островов Около Новой Гиней Нашли Там Чуть ли не Целый Заповедник Вот Никто Не Хочется Ехать Изучать И Писать Об этом Есть Несколько Статей Научных Которых Никто Естественно Ну Широкая Общественность Не читает Вот О том Что Вот Видели Вот Таких Вот Животных Тут Что Хоч Что И Делай Надо Надо Просто Самим Разбираться С Этим Вот Так Таким Их Видели Летчики Например В некоторых Странах Самолета Снимали Плывущими У нас В наших Как бы Дальневосточных Лесах Еще Экспедиция Арсеньева Находила Странных Вот Таких Существ Вот В районе Горы Пидан Это На Дальнем Востоке Вот Снимали Снимали На фотоаппарат Даже Какие-то Картинки Где-то Есть Но Я не Нашел Пока Но В отличие От Мексиканских И Американских Снимков Когда Сохранились Даже Снимки Наверное Увидим Здесь Та самая Гора Где Все Это Происходило У Нашего Русского Путешественника Вот Его Встреча С этим Воздушным Летающим Каким-то Существом Он Даже Не Уверен Что Это Был Какой-то Аптерозавр Он Говорит Похоже Это Вообще Был Летающий Человек Но Это Осталось В его Произведениях Таким Штрихом Никем Не комментированным Ни разу Кроме Кроме Наших Некоторых Ребят Из Космопоиска Которые Там Местных Работали Ну И Вадима Черноброва Конечно Вот Всевозможные Гарпии Все Вот Персонажи Персонажи Различных Легенд Греческих И Все Все Летающие Дамы Бесконечные Страшные Все Химеры Всевозможные Тоже Которые С крыльями Были Многие Из них Все Родом Вот Этих Непонятных Существ Которых Видели Некоторые И Все Это В таком Чудовищном Виде Ну Не Чудовищном А В таком Гипертрофированном Виде Преувеличенном Приукрашенном Появилось От наших Лобков До Каких-то Средневековых Гравюр Все Это В таком Вот Виде И Конечно Фантастики Прежде Всего В американской Виде Вот Таких Персонажей Тоже Всем Вам Известно Прекрасно Вот А в Америке Вот Наблюдали Вот Таких Существ Непонятных Бертмен Вот Это Человек Птица Все Берется Не на Пустом Месте Из Каких-то Из Каких-то Источников Наблюдений Все Это Хранится Вот Когда Это Все Собирается Вместе То Просто Получается Вот Такой Шквал Какой-то Когда Здесь Там 200 Картины А когда 700 800 2000 Все Это Отбираешь Когда Это Просто Просто Неимоверное Количество Информации И Воле-неволе Веришь В это Вот А это Неприглядный Маленький Островок Который Практически Сейчас Не существует На Аральском Море Назывался Барсак Эльмес Пойдешь И не Вернешься Вот Сейчас Он Превратился В косу Такую Полуостров Раньше Там Находили Встречались С такими Такими Существами Непонятными Сейчас Вот Похожими Вообще Там Во-первых Это Гравюра Шевченко Тараса Шевченко Небезызвестного Нам Вот Прекрасного Поэта Украинского Вот Он был Еще и художником Неплохим Он Там Он был Там В ссылке И Нарисовал Много Чего Вот Но К сожалению Не рисовал Там Всяких Загадок И тайн Которые Хранил Этот остров А на Острове На этом Была Очень странная Лаборатория В советское Время Об этом Я еще Вокруг Последние годы Вокруг Существования Старого Вокруг Света Нам Написал Об этом Человек Который Там Работал Написал Такую Повесть И мы Успели Ее Опубликовать Даже Когда Перед тем Как журнал Перешел В Другие Руки Вот Где он Сейчас Находится Вот Ничего Подобного Естественно Не печатает Тогда Успели Напечатать Где-то В 2002 Году Вот Написал О том Как На этом Острове Во-первых Там Были Встречались Какие-то Странные Существа Тоже Непонятные Они Никак Не могли Мы Понять О чем Говорить Даже Толком Таких То Что Я вам Вот Здесь Показал Вот Там Была Лаборатория По Будете Просто Удивляться Наверное По Приручению Саранчи Например Мы Занимались Этим В советское Время Нашей Лабораторией По собственному Обыту Вам скажу Чем Чем Только Не занималась Наше Как бы Ведомство На Лубянке Я учил Я учил Я учил Я учил язык Фула Такой Африканский язык В институте Который Мало Кто Вообще Сегодня Даже Знает Что Это Такое Вот Но Тем Не Менее Эти Языки Изучались У нас Но Ладно Они Изучались В нашем Институте Страна Азии Африки Сам Бог Вел Но Они Изучались Еще И В КГБ Сам Удивительное И Даже Мой Однокурсник Никита С которым Я До сих Пор Дружу Он Даже Год Преподавал В КГБ После Окончания Института Язык Фула Это Я к чему Говорю Не Просто Так Отвлекаюсь А То Что Наши Спецслужбы Они Курировали И Занимались Абсолютно Всем Мы Даже Сегодня Не Подозреваем Чем Они Занимались Но Это Плюс Конечно Иногда Перебарщивали Но С Фула Например Или Зулузским Кому Он Нужен Но С Тем Что Они Курировали Эти Все Вещи Например Кому Нужна Была Лаборатория Занимающаяся Прогнозированием Полета Саранчи Так Если Уж Таких Масштабов Но Тем Не Менее Саранчу Там Приручали И Однажды Она Обернулась Против Своих Хозяев И Этот Автор Нам Подробно Описывает Как Неделю Не Выпускала Саранча Из Лаборатории Закрыв Все Входы И Выходы Засыпав Своими Трупами Я К Тому Что Сколько Мы И Всего Неизведанного Неразгаданного Даже На Таком Пустом Месте Как Сегодня Представляет С собой Остров Барса Кельмес Да Практически Разумная То есть Такое ощущение Что ее Кто-то Вел Все время То есть Даже Уже Были Отключены Приборы Которые Следили За ней Которые Якобы Ее Направляли Она Сама Начала Стая Которая Должна Была Двигаться Куда-то Там В сторону Туркмении Предположим Еще Но Это В нашем Уже Журнал Назывался Путешествие Вокруг Света Не Вокруг Света Путешествие Вокруг Света 2000 В интернете Мне Нет Просто Потом Свяжетесь Я вам Дам Подробность Ссылку Там Здесь Короче Говоря Это Один Только Маленький Штрих Дальше Продолжая Встречи С такими Непонятными Существами Это Добрая Старая Англия Пожалуйста Встречи С таким Существом Например В Америке То же Самое Такие Же Вещи То есть Непонятное Куда Относить К Объектам Криптозеологии К мифологии К каким-то Вымышленным Существам Вот где Грань Между Этими Понятиями Потому что Они обладают И чертами Животных Чисто Зоологическими И мифическими Какими-то И вообще Демоническими И прочим Другая Тема Совершенно Тоже Потрясающая Знаменитый Живоданский Зверь Наверное Многие Слышали Что это Такое История В свое Время Буквально Сбудоражила Перевернула Всю Францию Это середина Восемнадцатого Века Накануне Французской Революции За 12-15 762 Год Где-то Вот Вдруг Ни с того Ни с чего На одной Из провинций Можно сказать Центра Ближе к югу Там Франции Начались Нападения На Людей Молодых Девушек Ну таких На которых Легче было Напасть Напасть Нездоровенных Мужиков Таких Более Таких Слабых Вот Везде Следы Типа Волчьего Какого-то Присутствия Покусов Вот Подумали на Волков Конечно Изловили Истребили Всех Волков В окрестном Там В соседнем Лангедоке Там Во всех Окрестных Провинциях Вот Даже До Парижа Почти добрались Эти охотники Ничего Не помогало То есть 172 Человека Погибло От Непонятных Нападений Укусов Изображали Вот В основном Вот так Тоже Не буду Подробно Очень долго Рассказывать Скажу Только Что Подумали На Гиен Ну Казалось Откуда Откуда В средневековой Франции Гиена Однако Оказалось Что Даже Есть Откуда Потому Что Нашли Нашли Какой-то Типа Ну Не зоопарка А питомника Которую Устроил местный Там путешественник И его сын Неподалеку И якобы Оттуда Убегали Гиены И по характеру Укусов Можно было Говорить Что Речь шла Именно О гиенах Вариант Вполне Приемлемый А криптозеологический К нему Вариант Тот Что В этих В этом районе Еще Где-то Ну В ледниковый Период Жила Так называемая Пещерная гиена Гораздо Более крупный Крупный вид Более Такой Массированный С хорошими Челюстями И так далее Вот Сегодня Гиена Приручается Это кадр Специальный Из Эфиопии Где Гиены Выполняют Просто Какие-то Совершенно Домашние Гиена Возможный Кандидат Еще Думали Что там Чуть ли не Пещерный Лев Возрождали Каких-то Старых Полу Уже Истлевших Что называется Объекты Которые Которые Возможно Были Кандидатами Поймали Поймали Каких-то Несколько Болков Убили Их На время Все прекратилось Потом Снова Началось А потом Все Исчезло То есть История С живоданским Зверем Она Так у нас И не Закончена Осталась Кто Был Это Никто Кого-то Наградили За Королевскими Разными Было Реально Изучать Тела Изучать Характер Повреждений И так далее Никто Этим Не Занимался Так что Кто Является Этим Существом До сих Пор Неизвестно Возможно Какой-то Неизвестный Объект Неизвестный Хищник Может быть Дошедший Из Каких-то Других Эпох Который Который Все Это Натворил То есть 172 Человека Это Его Как бы Результат Его У нас Других Животных Кандидаты На Африканскую Африканских Представителей Вот этих Неизвестных Животных Какие-то Пятнистые Например Какие-то Львы Которых Нет Ни в одной Это Какие-то Сейчас Речь идет Просто О том Что Есть еще И чупакабры Которых О которых Тоже Отдельно Можно Говорить Я видел Дохлую Чупакабру Скажу Вам Сразу Честно Мельком Вот Такую Такую Дохлую Похожую На Шакала Что Ли Вот Мексики Чупакабры Как бы Это Отдельная Тема То есть У нас Они Вполне Как бы Реальные Например В Луховицах Это Подколомные Буквально Там Где огурцы Мнаменитые Луховицкие Вот Там Они Напали Просто На Напали На Стадо Не на Стадо На Загон Такой С Козами И Высосали Чупакабра Чупакабра Сосать Овец Или Коз Коз Морда Непонятно Что Морда Очень похожая На Те Морды Которые Я Снимал На Барельефах Не Барельефах А Каких-то Гобеленах И Средневековых Рисунков Французских Замков В Дельте В Долине Луары Например Там Гарбоны Там Нет Там Вот Такие Вот Между Что-то Между Собак Собакой Волком Свиньей Какие-то Существа Нарисованы Такое Ощение Что Художники 17-18 Века Они Их Чупакабра Срисовывали На самом деле Жалко Я не взял С собой Эти картинки Но Это Просто То Ощение Что Какой-то Пласт Зоологии У нас Остался Просто Неосвещенным Вот Это В двух Словах Еще Поскольку Это Как бы Заграница Уже Азербайджан Вот История О том Как Маленький Мальчик Попал В племя Жившее В дикое Племя Снежных Снежных Людей Так Скажем Жившее Жившее На Побережье В районе Талышских Гор Представляете Где это Да Себе Ленкарань Это Азербайджан Туда По Каспию К югу Каранской Границы И до Иранской Это Два года назад Было Вообще То ли 16 То ли 17 Нет 16 Наверное Все газеты Были Наполными Весь интернет Просто Трещал От этой информации К нам В редакцию Пришел Старый Зоолог Петр Леснов И рассказал О друге О своем Старинном Тогда он еще был жив Это был 88 год Габриэл Тандилович Циклаури Вот этот Ему было Тогда 80 чем-то лет Был По-моему 900 года рождения Вот Он рассказал Наконец Поведал О своих Приключениях Как он Маленьким Мальчиком На лодке Уплыл Как бы Из Астрахани Где-то еще Скитался Там Короче Лодку Понесло И занесло В результате Когда он уже Совсем был Плохой Там Истощенный Выбросал На берег Он попал К племени Каких-то Вот людей Непонятных Совершенно Ни фотка Нет никаких Вот И он молчал Об этом Потом Когда уже Освободили Его Молчал Об этом Ну Зная Что никто Никогда Ему не поверит И рассказал Только вот Этому Леснову Известному Очень краеведу К сожалению Его уже нет Несколько лет Вот И он Мне все Это Леснов Отдал И напечатал У нас Вокруг света И сказал Используй Как хочешь Вот я эти Все Картинки И прочее Использую Всем Рассказываю Нисколько На этом Как бы Не наживаясь Как он сказал Главное Показать людям Просто Показать людям Что вообще У нас бывает Какие у нас Истории страшные Происходят Странные Вот На этом побережье Вот так вот Все это происходило Лодку где-то здесь Выбросило Природа просто Окрестная Я вам показываю Места Где потом побывала В конце 80-х Экспедиция Вокруг света Во главе С самой Генрифионой Быковой Нашей знаменитой Великой Как бы женщиной Которая искала Всю жизнь Тоже без Абсолютно Без Всяких Поощрений И денег Искала Снежного человека И находила его И писала Об этом тоже Как бы Ничто не требуя Взамен Лишь бы только Люди знали Вот Такая целая Плеяда была У нас Ученых Ну Ученых Да Наверное Вот Это вот районы Просто Я вам говорю Где все это Происходило Как это все Выглядело Мальчик попал В плен Не в плен А стал жить Несколько лет У этого племени Его даже Женили на местной Девушке Он уже достиг Там 16-17 лет Вот Это было Это были Десятые Двенадцатые Годы Приблизительно Одиннадцатые Может быть Вот Потом более сильное Племя напало На них И перебили Друг друга И мальчик Опять Как бы Ну Оказался Один Фактически Ну уже более взрослый Там его Выловил Какой-то Грузинский Какой-то Купец И обратно Его в Астрахань Перебравил И он всю эту историю Подробно Очень Уже в 60-е Там Потом Позже года 70-е Рассказал Вот этому Леснову От лесной Уже Леснов Уже Петр Александрович В 89-м году Принес Ко мне Вокруг света И сказал Давай Опубликуй Потому что Эту историю Надо знать Вот И сохранилась Единственная фотография Как я уже вам Показал Этого Циклаури Вот этого Габриэла Вот Который Это вот Буквально За несколько месяцев До его уже Кончины Все это Рассказал Вот Я к тому Что Сюжет По Снежного Человека Если мы Успеем Пройдем Но в принципе В принципе Все это Приобретает Вот такие Вот самые Разнообразные Формы Потому что Одно дело Когда мы Говорим О Снежном Человеке И смотрим Съемку Там В Калифорнии Да Как он там Знаменитый Он переходит Ручей Женщина Снежная А другое дело Когда мы Из уст Вот этих Людей Простых Слышим Историй Как они Оказывались Просто В этих Диких Племенах Каких-то Похожих На снежных Людей И никто Об этом Не знает Вот что Удивительно Каких-то Вот таких Существ В Южной Америке Например Это Ивельманс Пишет Что Находили Это Антропоид Лоа Вот так Условно Называется Единственное Свидетельство Такое Реальное Из нового Света По снежному Человеку Это Наш Небезызвестный Игорь Дмитриевич Бурцев Дай Бог Ему здоровья Вот С Черепом Родственника Заны Заменитой Заны Девушки Которые Снежные Которые Которые Ленивые По-моему Не рассказывал Я не буду Рассказывать Вот Это Первые Наши Гоминологи Из которых Двое Живы До сих пор Баянов И Жанна Осипна Хофна Сто лет С чем-то В Париже Живет Разные Виды Снежного Человека Какие-то Образы Вот такие Реконструкции Вот так Все-таки Наиболее Реально Выглядит Наш Подопечный Как бы Быкова Говорила По разным По разным Показаниям Что в Ленинградской Области Что в Мичигане Очень похоже Два Двадцать Два Семьдесят Рост А это кадр Из фильма Патерсон И Гимлина Знаменитый Вот когда Признан Как бы Достоверным Когда Снежная Женщина Переходит Ручей И ее Снимает Патерсон На кинокамеру Лапы Снежного Человека Китайские Различные Снежные Люди Это Восемьдесят Седьмой Год Вот этот Кадр Мало Известен В Гималаях Нет К сожалению Говорят Кто ли Это скала Тут все-таки Похоже Больше на фигуру Тоже посвящена Целая литература Этому снимку В общем Западный Склон Гималаев А это Замороженный Знаменитый Шестьдесят Восьмой Год Некто Хансон Возил Возил Показывал В холодильнике Перевозном Таком Со стеклянным Верхом Некое Существо По всей Америке По ярмаркам Вот Изучали Пытались Его Потом Его Не выкупило А просто Похитило Какая-то Спецслужба Американская С тех пор По нему Вообще Ничего Нет Как будто Его и не было А успел Его полностью Осмотреть Игорь Манс И написал Книгу Замороженный Книжка Есть В переведенном Виде Могу дать Кому Кому Но такая Не опубликованная Просто переведенная И сборники Мною Опубликованы Тема Очень интересная Могу дать Ссылки Потом Вот Как так Его снимал Вильманс С Андерсона Они буквально Этот ящик Там облазили Со всех сторон И заставили Этого Хансена Пустить Их туда И вот Так вот Его сняли Так вот Реконструкция Могла его Выглядеть Что он Представлял С собой На самом деле Очень много Свидетельств Как ни странно Вот у этого Дядечки Фаната Фаната Криптозоологии Из Австралии Гилл Роя По-моему Да Гилл Рой Рекс Гилл Рой Я с ним Одно время Переписывался В конце 90-х Вот он Нашел Такого же Снежного Человека В Австралии Только он там Не Йети А Йови Называется Вот И он же Ищет Моа Он ищет Других Существ Так что Может быть Что-то и найдет Очень активный Вот это Снимки Снимки Гигантского Человека В двух Местах Они есть Именно Вот такие Очень похожие На Пике Адама На Шри-Ланке Я там был И в районе Южной Африки Я там Хоть и был Но его не видел Там просто Этого кадра Этого Вернее Существа Этого Печатка Вернее Но он там Есть Они очень похожи Это гигантские Просто Скрипились Сюда Про Анаконду Мы разговаривали Вот Доказательство Того Как они Могут Пожирать Существо Гораздо Больше Себя По весу И вообще По объему Вот так Как чулок Натягиваться На пекари Там Это свинья Какая-то Дикая Которая Вот так Вот Влезает Туда Просто Про Анаконду Интересная Какая-то Съемка Так Что Перси Фоссет Да Который Кстати Исследовал Одним из первых Анаконду Оставил Они Очень Свежие Интересные Данные Потом Исчез Как известно Написав Массу Интересных Воспоминаний И потом Таинственным Образом Исчез Вместе С сыном Даже Это Экспедиция Это Реконструкция Похода Фоссета Фильм Сделали Вот Так Выглядят Гигантские Питоны Вот А это Небезызвестная Тоже Тематика Мы уже Об этом Говорили С Алексеем Мы тоже Этим Занимались О том Как Вот Эти Персонажи В виде Змеев Послужили Прообразами Для Художников Когда Они Создавали Наших Святых Некоторых Самое Интересное Не буду Вдаваться В подробности Вот Этот Например Тоже Из той же Оперы Пошло Уже Опять Снова У нас Змеи Вот Кстати То Что У меня Удалось Найти На Этих Самых На Стенах На Дверях Замков Луары Их Обшарил 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 На Предмет Вот Этих Вещей Всех Обснимал Облазил Совершенно Непонятные Какие-то Существа Которых Местные Спрашиваешь У Местных Французов Что это Такое А мы Не знаем Вот И Все Вот И Весь Ответ Такие Возникают Мысли Мы Не Знаем Про Города Австрии Словении Германии Швейцарии Вот Такие Змеюки По Всем Местам Это Отдельная Огромная Тема Чем Можно Интересоваться Тацельвурм Знаменитый Червь Прыгающий Лазающий И так далее Это Все Северное Средиземноморье Вся Приальпийская Область Это Одна из Известнейших Картинок На эту Тему Тоже Отдельная Тема Это Просто Персонажи Которые Могли Быть Прообразами Можно Желтопузик Так На Тацельвурму Претендует Вот Трехпалый Цинк Вот Озерный Сирен Какие-то Вот Животные Которые Могли Быть Прообразами Но Не так Все Просто Он Во-первых Он Большой Во-вторых Совершенно Все-таки Другой Вот Я подобрал Просто Полинская Саламандра Это Уже Амфибия Тоже Могла Быть Прообразом И Вот В пещере В Карстовых Некоторых Полостях В том Числе И в Хорватии Там И Ну Везде Практически Вот Вводятся Такие Непонятные Животные Тоже До конца Еще Не изучим Протей Это Амфибия Вот Так Гоби По Гоби У нас Другой Червь Тоже Может Тут Можно Посмотреть Тоже Несколько Серий Фильма Как Он Называется Дрожь Земли Да Дрожь Земли Вот Про Знаменитого Алгой Хархоя Тоже Вам Персонаж Пожалуйста Занимайтесь И Изучайте Несколько Экспедиции Чешских Там были Иван Макерли Такой Больше всего Изучал Несколько Фильмов Снял Чех Вообще Потрясающий Мужик Началось Все с Ефрема Вот С этого Началось Реконструкция Впервые Увидели Экспедиции Ивана Антоновича Ефремова Вот так Зарисовал Макерли У себя В своих Произведениях В легендах Жителей Гоби Он Конечно С древних Немен Существует Еще С Чингисхановской Эпохи Его Видели Нападает Активный Вот Солгой Хархоем Тоже сложно Как из В отличие Вот Тацельвурма Он все-таки В такой Трудно Проходить В достижимой Местности Штат Солгом Прям Посреди Европы Изучаясь Не хочу Что называется Но Это Конечно Посложнее Дрожь Земли Можете Посмотреть Фильм Несколько Серий Посмотреть Чему Это Привело Все Правда Там В Аризоне Дело Происходит Вот Никак Мы Подберемся Еще Так По другим Американским Персонажам Гигантские Гигантские Это Мегатерии Гигантские Ленивцы Тоже Якобы По некоторым Данным Где-то Выжили Но Самое Интересное Другое Тут Что Сказать В свое Время Мы В этих Лекциях Рассказывали О Доколумбовом Открытии Америки И С другой Стороны Об Открытии Мира Экспедиции Джэнхэ Китайского Такого Адмирала Евнуха Который В 1420-х Годах Фактически Открыл Весь мир Об этом Никто Вообще Толком У нас Не знает Кроме Двух Трех Специалистов Вот Так Эти Джонки Гигантские Джонки Джэнхэ Привозили Китай Якобы Живых Исполинских Гигантских Ленивцев Есть Такие Описания То есть Они Сохранились До А почему Не до Нашего Времени Могли Сохраниться Вполне Есть Свидетельства Тому Гигантские Броненосцы Клиптодоны Клиптодонты Тоже Могли Сохраниться Находили Чуть ли не В начале 20-го века Встречали Тоже Надо Испать А Рисовали Этих Су Как бы Называлось Су Это Андре ТВ Такой Был Деятель Средневековый Хронист Первым Писал о Южноамериканских Цепках Ну Таких Вот Интересностях Вот И нарисовал Вот такую Фигню Честно Иначе Не назовешь Вот Но тем не менее Вот Кого он имел ввиду Гигантского Ленивца Гигантского Броненосца В одном Как бы Флаконе Все может быть Вот А это Даже вот Мне прислали Из Какой-то страны По-моему Швейцарии Да Из Швейцарии Прислали Вот этого же Существа Его там Даже На банкноте Изобразили Такого Значит Все-таки Народ интересуется Такими вещами Вот Это все Изображение Австралийские Опять Мы к Австралии Вернулись Гигантский Бунь-Иб Есть такое Существо Непонятно Что То ли Рептилии То ли Млекопитающее Какое-то Все Все в одном Тоже В одном Флаконе Как я уже Говорил Но Есть Несколько Животных В таком виде Сделали Даже Их не поленились Средства Потратили Реконструкцию Сделали То есть Настолько Люди Уверены Австралийцы Рядом с ними Живут На континенте Такие Существа Что Что Их даже Так Рядом с собой Запечатлели Так Теперь Вот мы Смотрим Сумчатые Тигры Они же Сумчатые Волки По официальной Версии Дожили Дожили В зоопарке Тасманийском Хобарта До 1934 года Потом Все вымерли Но есть Свидетельства Что Они Сохранились И дальше То есть Надо Искать Их А их Уже Начали Выводить Путем Ген Инженерии И Может Наверное Выведут Потому Что Все Очень Свежие Образцы Все Свежие Вот Так Он Выглядел В виде Чучела Сейчас Выглядит Вот А Это Так Усама Ибдмунк Кыс Такой Очень Известный Очень Известный Хронист Среднеазиатский Который Полутурецкий Даже Можно считать Он Писал И так И так И тем И тем Вот Он Сохранил Память О каком-то Непонятном Лупус Скификус О каком-то Скифском Волке То ли То ли Волке То ли Тигре Каком-то Непонятном Животном То ли Мутанти Какой-то Вообще И Причем Очень Подробно О нем Описывает Это Даже Ученые Упоминают Многие У нас Тоже И Какой-то Еще Лупус Маринус Какой-то Тоже Морской Какой-то Он Тоже Упоминается Вот То есть Эти животные Возможно Там И могли Жить Вот Реконструкция Его Как Он Мог Выглядеть Как Пещерный Лев Фактически То есть Монкыс Мог Упоминать Реально Выжившего Пещерного Лева Который Не так Уж Давно В общем-то И Вымер Но Не Миллионы Лет Назад Как Динозавры Якобы Вот И Они Здесь Вот Существуют По Некоторым Данам На Этих Наскальных Рисунках Изображены Вот Именно Вот Эти Пещерные Львы Которые Еще Общались С Нашими Жителями Так Это Африканский Такой Представитель Пятнистого Мы Немножко Его Упоминали Там Который Якобы В Кении Живет Тоже Такой Вот Пятнистый А у этого Не проходит И он Более Мелкий И вот Жители Рассказывают Что они Такого Встречали Вот Так его Зарисовали Красивый Красивее Даже Обычного Морозия Это Центрально Американская ОНСА Или ОНСА Которую Которую У нас Такой Гриша Панченко Есть Известный Украинский Криптозоолог И фантаст Он О ней Очень много Писал И мне Этот Материал Дал В общем Якобы Живет Вот Такое Животное Не побоюсь Это Тавтологии Вот И в Мексике В основном Похоже на Пуму Но не Пума Совершенно Иначе Выглядит Не признается Зоологами Но тем Не менее Оно Есть Так Птица Птица Рух Вот Любимая Птица Синбада Морехода Нашего И вообще Сказок Тысячи Одной Ночи Эта Птица Жила И может Быть И живет На острове Мадагаскар Вот По крайней мере Там найдены Довольно Свежие Скорлупки Да Ее Яиц Вот Неископаемые А вот Прямо Свежие Можно сказать Ну что То что Она носила Слонов В лапах Это Вряд Ли Конечно Это Уже Как бы Арабские Сказочники Присочинились Шахерезада Степан Вот А здесь Просто Как бы Реконструкция Ее Внешнего Вида То есть Вид Тоже Явно Был Не такой Это Все-таки Не хищная Птица Птица Рух Это Гигантский Эпиорнис Страус Вот Яйцо Его Реконструировали Вот Такое Оно По размерам Тоже Может скрываться Вот Этот Вот Рух Когда Мой Ребенок Увидел Старший Первый Раз Птицу Рух Он Сказал Папа А если Этот Рух Рухнет На голову Она же Раздавит Это Было Первое Трехлетнего Сына Впечатление Вообще В этих Картинках Вот На этих Берегах Вот Як Вы Видели Как Она Туда Появлялась Выходила Это Гигантский Гигантский Пингвин Которого Тоже Где-то Вот Видели Якобы На островах На острове Киргеллен В Индийском Океане То есть Двухметровый Пингвин Трудно Даже Такого Себе Представить Кости Вот Его Нашли Вот Так Он Выглядит По реконструкции Вот И Несколько Раз Натыкались На них Различные Экспедиции Но Естественно Не придавали Никакого Значения Сохранились Надписи Записи Просто В дневниках Все Увидели Гигантских Пингвинов Как ни в чем Не бывало И все Так и осталось Вот На этих берегах Даже На побережье Флориды Появлялись Следы Таких Пингвинов То есть Заплывших Заходящих С юга Откуда-то Из Антарктиды Что по Индийскому Океану Что по Атлантическому На север Тоже Без Эмоций И Последняя Вот Эта птица Как бы Это мой Талисман Можно сказать Я им С детства Увлекаюсь У меня на столе Стоит На столе Стоит Статуэтка Дронта Мне привезли С Маврики Дронт Додо Птица Додо Да Вот персонаж Многих Сказок И так далее Все вы знаете Керала Льюиса Вот На самом деле С печальной Судьбой Которую Вы тоже Все знаете Не буду Подробно Рассказывать Скажу Только Что Есть Есть вероятность Что Дронт Мог Уцелеть На Одном Из многих Маскаренских Островов Где Слава Богу Еще нет Туристов Туда Никто Еще Не лазил Его Искать Маскаренских У побережья Мадагаскара Маскаренских Вот Рядом С Сейшельскими Где Кстати Нашли Вот эту Рыбу Номенитую С которой Мы начали Наш рассказ Латимерио Там же Жил рядом И Дронт Наш Вот По официальной Версии Его Последнего Убили В 1681 Году Вот Но По некоторым Данным Другим Может быть Еще жив Вот По Дронту У меня Все Абсолютно Собрано Отдельно О нем Можно Книгу Писать Вот Мне он Очень Симпатичен Вот Официально Его Относят К Отряду Голубинах Но Сейчас Появились Новые Сведения Что Якобы Это Все-таки Ниганский Голубь А что-то Другое Ну Пока Что Старая Гвардия Зоологов Считает Что Это Все-таки Голубь А вот Такой Был Родственник Там У него Один Совершенно На него Не Похожий Вот Из чего И заключили Все-таки Что Он Не Голубь Это Солитер Отшельник В переводе С французского На соседнем Острове Жил Тоже Истребили А вот На этом Острове Якобы На котором Заповедник Якобы Остров Тромлен Называется Якобы Может Еще Существовать Последний Дрон Но Там Почти Никто Не Появляется Хоть Он Считается Заповедником Там Никого Нет Просто Поэтому Заповедник Там Пусто Абсолютно Вот Ну Покрыт Вот Такой Несколько Птиц Которые Вымерли Просто Но Которые Может Быть Есть Надежда Когда Нибудь Их Найти Они Внесены В Книгу Исчезнувших Видов Белая Султанка Бескрылая Гагарка Огромная Была Тоже Птица Истребили Пустушок Лега Тот же Который Открыл Дрон Кстати Вот И Тристанский Пустушок Еще Один Берманская Курносая Обезьяна Египетский Волк Их Всех Истребили И Циркопиток Такая Обезьяна Тоже Исчезла И Беззубая Крыса Кому Она Была Нужна Непонятно Но Тем не Менее Ее Тоже Истребили И Олинго Еще Такое Существо Кстати На Островах Где Кубы Там Барбадос Вот Этих Островах Карибского Моря Казалось Бы Неизвестное Вот Его нашли Вот Нового Нашли Вот Такое Существо И Естественно Наука Просто Стала На уши Этого Быть Не Может Нашли Хищника Похожего На Нашего Сами Знаете На Кого На Назовите Кто У нас Из Мелких Ласок На Харька На Горностая На Кунь На Мелкого Кунь Какого-то Вот Карликовый Крыси Немур Это Последняя Из Выживших Нашли Так же Новую Кошку Тоже В Южной Америке Это К тому Что Все Так В Криптозоологии Что-то Делается Такое Позитивное Не Только Мы Отыскиваем Исчезнувших Но Находим Новых Иногда Видов Совершенно Чудом Оказавшихся Видите Ничего Нового Нет В Элективных Существах Причем Это Не Одно Существо Их Много Разных Да Понимаете Только Одна Беда Элективные Гиминоиды Элективные Гаминоиды Они Очень Разные Причем Есть Довольно Интересное Исследование Потому что Гантопитеком Может быть Бигфут А Существа Размером В несколько Разбольше Современного Человека Метра По Три С Уничтожали Целыми Деревнями Легендарных Хоббитов Настой Флорес Нашли А с тех пор Нашли Еще Пещер С микроскопическими Людьми Вот Прошла Еще одна Форма Человека Если Брать Гаминоиды На Кавказе Это Третья Форма Человека Примерно С на своем Размером Не крупнее В Сибири Рассказывал О двух Разных Формах Разных Размеров Людей В частности Великанах То есть Похоже Тоже Гентопиток И То что Рассказывали Индейцы О пожирателях Цитирую Так называли В некоторых Племенах Огромных Мохнатых Людей Которые Тоже Знали Киночатки Материальные Культуры Знали Каменные Орудия Нападали На индейцев Жали Ну Это Очень Похоже На гентопиток Но Опять же По описаниям Со сквача Легендарного Ну Очень Похоже Существа Гораздо Меньше Человека Почти Карликах И Существах Размером С человека Причем С очень Разным Поведением А некоторые Говорят Что лежат В глубине Леса Людей Боятся И убегают От них А другие Говорят Что нет К людям Приходят И опять же С разными Целями Один с агрессивными То есть Охотятся На людей А другие Наоборот Людьми Подсматривают И не учатся И вот Якобы Есть такие Лесные Племена Так Мохнатенькие Которые Создали Материальную Культуру Сравнимую С материальной Культурой Индейцев То есть Опять же Я за что Купил Я продаю Я не могу Зачем Отверждать Но Существовании Этих Созданий Я абсолютно Убежден Потому что Люди Которым Я доверяю Их видели Скажем так Называть их Не буду Вот Ну кроме того Просто Много Всевозможных Свидетельств Самых Разнообразных Другой Существует Существо Редкое Существо Похоже Нелюбящее Чтобы На нем Наблюдали И так Не стремящееся Быть изученным Скажем так А интеллект Сравнимый С человеческим Вот Я помню Причем Ко мне Как-то Самые Спорят Уважаемые Коллеги Но Тебя Послушать Так Вот Я в больнице Лежал Там С деревенскими Мужиками Все время Про Кикимору И про Лешего Рассказываю Хорошо А как О него Писывали Давай Подробнее Про Кикимору Про Лешего Так Не похоже Нет Ну вот А Под Петербургом Мне показывали Деревья Где Вот Существу Пятью Пальцами Дело Существует Такие Горозды Причем Медведь Так не сделает У него Четыре Будет Пальца А питью Сделать Человеку Человеку На высоте Примерно Двух с половиной Метров Я видел Сами глаза Метые Вот Какую-то непонятную шерсть Такую сероватую На медвежью не похоже Тоже виден Это в пределах Буквально Городской территории Петербурга Подвижной Вот опять же За что купил Зато продаю Ну видел Вот оно и есть Вот Есть очень интересный Ученый Сапунов В Петербурге Он может рассказать Гораздо больше Меня Он этим занимался Специально В Таиланде В Таиланде К северу От Бангкока Есть храм Ват Пропангмуни В нем хранится Одна из буддистских Святынь Мумифицированные Тела Двух неизвестных Науки Человекоподобных Существ Размером Не более Пяти сантиметров Верующие Утверждают Что это тела Буддистских Фейкумбанд Одно из этих Мумий Предоставили Ученым Для исследований Выяснилось Что тело Мумии Имеет Человеческое Строение И пропорции Голова Имеет Рот Нос Глаза И уши И удлиненные Конечности Но тоже Пятипалы Изучение Внешних Покровов Мумии Под микроскопом Привело К выводу Что ее ткани Имеют Растительное Происхождение Рентгеновское Сканирование Ошеломило Внутри тел Была обнаружена Полностью Сформировавшаяся Скелетная Структура В точности Повторяющая Человеческую Также Были обнаружены Зубы Язык И некоторые Внутренние Органы Сформировавшийся Скелет Указывает На то Что Это особь Взрослая А наличие Растительных Тканей Не укладывается В научные Представления Современной Биологии Кроме того Две Абсолютно Идентичные Мумии Исключают Версию Случайной Генетической Мутации Так ли Нелепы Сказки Возникшие Из древних Сказаний Которые Возможно Несут Информацию О тех Явлениях Которые Наши Предки Имели Возможность Видеть Собственными Глазами Собственные Собственные Субтитры создавал DimaTorzok